Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу» и я, ведущая Христына Астеть. Сегодня последний день подачи документов для регистрации кандидатом в президенты Украины. Накануне претенденты все активнее напоминали о себе. И как пока политики соревнуются в том, кто больше снизит цены на газ, кто решительнее, кто честнее, кто народнее, социологи обнародовали новые результаты опросов на тему, за кого собираются голосовать украинцы. О выборах в Украине, новых технологиях и вмешательстве России будем говорить сегодня с политическим экспертом, аналитиком Андреем Еременко. Андрей, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Ну вот сегодня последний день подачи документов. У вас есть какие-то, не знаю, вот может еще прогнозы по поводу того, как может увеличиться количество кандидатов? Потому что, по сути, все уже зарегистрировались, говорили о рекордном количестве кандидатов. Кто-то вот в последний момент. Ну посмотрим. Честно говоря, это не сильно принципиально, потому что мы знаем, что у нас есть как бы три эшелона кандидатов. Первый эшелон – это там те три или четыре человека, как считать, которые на самом деле в той или иной степени претендуют на победу. Есть второй эшелон, который идут застолбить себе какой-то рейтинг для прохода на выборы в Верховную Раду. Просто у нас не столько выборы президента, сколько выборы до Верховной Рады в три тура. Потому что первые два тура выбора президента – это во многом выборы в Верховную Раду, потому что у нас все-таки парламентская президентская республика. И как бы третий эшелон – это те, которые изначально идут с надеждой получить полупроцента. Ну процент вот с надеждой. Не с расчетом на процент, а с надеждой на процент. Для того, чтобы потом с этим процентом что-то делать. Ну возможно, кто-то там хочет как-то уголовное дело превратить в политическое. Кто-то, может быть, хочет надеяться торгануть местами в комиссиях перед кем-то. Ну то есть такие технологические моменты. Но это уже все по чуть-чуть мелочи. Это не влияет на принципиальные расклады. Хотя это может много значить для этих людей. Ну да. Вот по поводу трех-четырех кандидатов, реальных кандидатов, которые по сути будут соревноваться. Вот опять же цифры меняются. И вот последних нескольких дней лидеры тоже поменялись. Потому что если ранее были какие-то соцопросы, которые говорили по поводу второго тура. Что действующий президент Петр Порошенко не попадает во второй тур. Вот если говорить о Юлии Тимошенко, то опять же она ранее считала, что обязательно именно с Петром Порошенко встретиться во втором туре. И вот риторика у них, полемика тоже направлена друг на друга. Но сейчас оказывается последние результаты показывают тройку. Владимир Зеленский, да, комик, шоумен. Продюсер. Ну, продюсер, да. Ну, в общем, человек творчества, человек шоу. Да, то есть не человек политики. Кроме как его персонажа Голобородько, да, в «Слуги народа» в сериале. Потом на втором месте Петр Порошенко, действующий президент. И третье место, ну, пока, по крайней мере, по соцопросам последним занимает Юлия Тимошенко. Как-то кардинально и радикально вот поменялись... Это опрос социиса КМИСа и еще вылетел из головы кого-то третьего, консорцию. Они заявили, что они опросили, по-моему, 10 тысяч человек. Они сказали, что проводили опрос более 10 дней. При этом так раз были те 10 дней, когда происходило выдвижение. То есть они делали поле, в процессе поля было выдвижение, и каждое выдвижение сильно влияет на рейтинги, сам факт выдвижения. Поэтому вот конкретно этот опрос, он сделан в таком месте, когда вот немножко непонятно, в какой момент они опрашивали. Это одна история. Есть другой опрос рейтинга, который сделал. Там все ровно наоборот. Там Зеленский, Тимошенко, Порошенко. Сейчас вышло несколько опросов, где Тимошенко, Зеленский, Бойко, Порошенко на одном уровне. То есть, грубо говоря, сейчас довольно много разнообразных опросов. Дело в том, что разница между кандидатами во всех них, ну все же, заявленная погрешность какая обычно, там процент 2-3, ну там опять-таки в зависимости, кто какую заявляет. Соответственно, когда мы, а разница между кандидатами в эти 1-2-3 процента. Поэтому крайне сложно вот смотреть. Потому что, например, то, что мы видели, это вот то, что у нас получилось. Мы, правда, делали на неделю раньше. То есть, вот как бы мы делали на неделю до них раньше. У нас получилось Тимошенко с Зеленским практически на одном уровне, потом Порошенко, потом все остальные. То есть, к чему я? Ситуация динамическая, ситуация очень быстро меняется. Очень сильно влияет длина исследований. Например, то, что вы озвучили, это соцсоцкмисс, украинский, не помню, кто третий у них там был. Извините, вот вылетело с головы. Вот они делали дней 10. Да, они сделали огромную выборку, они сделали прекрасное распределение по региону. Но вот сам факт, что они делали вот те больше 10 дней, которые как раз происходило в выдвижении, оно вызывает некоторые сомнения не в плане адекватности, а в плане того, что за эти 10 дней много поменялось. А мы даже не знаем, как они распределяли эти 10 дней. Они, наверное, по всей стране не опрашивали 10 дней. Они там в одной области в один день опрашивали, в другой в другой. То есть, мы же этих вещей подробностей нам не рассказали. Поэтому тяжело оценивать. Ну, в общем, порядок такой. Ну, вот по поводу тройки лидеров, да, по поводу действующего президента, ну, по сути, все ясно. То есть, многие считают, что президент Украины Петр Порошенко и реально хороший президент, потому что были проведены реформы. Опять же, вот недавнее получение Томаса, ну, как бы там ни было, произошло за президентство Петра Порошенко. Томас плюс 2% дает точно. Да, кто-то в любом случае будет голосовать за Порошенко, лишь бы не было вот этого реванша пророссийских сил. Потому что, опять же, разведка штатов заявила о том, что кто-кто, а вот Порошенко для Путина самый нежелаемый кандидат. Ну, вот вы знаете, сейчас началась-то прекрасная игра, все обвиняют друг друга в сотрудничестве с Путиным. Вот посмотрим чат Юлий Фанов, они рассказывают, что Порошенко весь с Путиным. Посмотрим этот самый чат Пети Фанов, они обвиняют Юлию и Зеленского в сотрудничестве с Путиным. Посмотрим чат Фанов Зеленского, они обвиняют Петю и Юлию в сотрудничестве с Путиным. Да, но это не чат Фанов, это разведка Соединенных Штатов Америки заявила о том, что у них есть такая информация. Да, но это означает, что... это может означать очень много. Это может означать, что у них на самом деле есть такая информация. А может это означать то, что им Порошенко по какой-то степени удобен, и они понимают, что информация дает ему плюс полпроцента, и они решили это заявить. А может означать, что просто какому-нибудь там 10-му помощнику захотелось выслушиться перед 9-м помощником, и он выпустил какую-то там информацию. А может быть, что какое-то издание получило там какие-то там 300-400-500 тысяч долларов за то, чтобы воткнуть это в свою статью и перебрать. То есть, на самом деле, вот эти заявления, их сейчас будет множество. Они множатся. И, ну вот, к сожалению, отличить одно от другого, и даже реальное заявление, имея реальное заявление, мы не можем. Учитывая то, что разведка, она по своей природе думает на 10 ходов вперед, ну, в принципе, там их свойства, они могут сказать не потому, что оно так есть, а для того, чтобы что-то было. Поняла. То есть, тут бабка Андрея сказала, то, что да, против Порошенко работает пиар-машина Кремля, да. Но, по большому счету, она работает и против Тимошенко. Она работает и против Зеленского. Она вообще работает на раскачку ситуации. То есть, Кремль вот тут на территории Украины проводит ровно ту же самую политику, которую проводит там по Европейскому, и по Штатам, и везде. Он делает, он ставит на наиболее одиозных, помогает им раскрутиться, делает так, чтобы ситуация, независимость от того, кто победил, была максимально расчатана. Работает на поляризацию. То есть, Кремль работает не на то, чтобы выиграл или проиграл Порошенко, а на то, чтобы в случае победы Порошенко все, кто за него не голосовал, были уверены в том, что Порошенко сфальсифицировал выборы. При этом тут же, другой же рукой, Кремль работает на то, чтобы в случае победы, например, там, Зеленского или Тимошенко, вот все те, кто за них не голосовал, были уверены, что это вот Кремль их поддержал, теперь они все сдают все, и все вот страшное поражение. То есть, Кремль работает не на то, чтобы утопить какого-то кандидата. Да, он топит Порошенко, но он примерно ровно так же работает на то, чтобы утопить саму легитимность выборов. Это хуже. Ну хорошо, не утопить, а спасти какого-то кандидата. Прослеживается вот уже сейчас в кампании то, что Кремль делает четкую ставку на какого-то определенного кандидата? Ну как, делается, мы видим, как он наказал бывших своих, которые не соизволили перебежать к Медведчуку. То есть, помните, эта вот история, последний пакет российских санкций был применен не против там вот тех, кто реально Кремль вмешает, а против своих же партнеров, которые просто не захотели подчиниться и перебежать к Медведчуку. Из чего мы делаем, можно сделать вывод, что единственное, кого Кремль по формальным признакам ставит, и тот, кого Кремль по формальным признакам поддерживает, это вот та организация, которая вокруг Медведчук, Бойко, вот это вот все. Потому что те, кто их не поддержал, опублоковцев, их пустили под санкции. Понятно, эти санкции для них ничего принципиально не сделали, но это очень такой публичный, сильный большой шаг. И я думаю, что тот же Вилку, тот же Новинский, вот те, кто под санкции попал, сильно удивились, не поняли, и как бы теперь не понимают, что с этим делать. Потому что вести пророссийскую риторику под российскими санкциями как-то вроде как-то вот не оно, а другой риторики у них нет. И вот тут мне вот очень интересно смотреть за тем, как они выкручиваются. И, кстати, в этом плане тоже интересно наблюдать, когда они сейчас немножко отошли после всех этих вещей, плавненько происходит приток голосов. То есть Бойко сразу улетел вверх, а сейчас смотрю, плавненько проходит приток голосов обратно к Вилку. Там тоже интересное движение, но это тот, кто делает, это те, кто конкретно Россия формально заявила о поддержке. То есть это формально, что можно подтвердить документально. Вот если мы говорим о предвыборной кампании, о технологиях, потому что с каждыми выборами какие-то новые технологии появляются, мир не стоит на месте, то здесь, конечно, мы не можем говорить о том, что вот пространство информационное, это пространство технологии, оно стерильно. Что вот мы только варимся в своем украинском котелке, потому что каким образом ориентироваться, как вести вот эти компании, политехнологам вообще, наверное, сейчас не сладко, потому что кроме того, что есть внутреннее настроение, кроме того, что каждый из кандидатов пытается как-то скомпрометировать своего конкурента, так еще, кроме этого, вмешательство России, очевидно, да, сейчас происходит в информационном пространстве, в частности. Какие-то сигналы Соединенных Штатов. Вот по этому поводу, какие новые технологии, да, моменты маневра в этой предвыборной кампании? Это маневры не политтехнологов, это маневры политиков. Ну, то есть, чей поддержка заручится, чей не заручится. Вот эта вот история, когда пляски в Давосе, когда приехали все кандидаты в президенты в Давосе, и в Давосе начали вести, рассказывать свою предвыборную кампанию вести, по сути. То есть не договариваться, а просто использовать его как площадку для своей кампании. То есть это их маневры. А политтехнологи – это люди, которые выполняют простую, часто достаточно нудную работу. Ну, банально. В стране, там, у нас, там, чуть больше 30 тысяч участков. На каждый участок нужно. И есть вот перечень того, что необходимо сделать. Там, агитатор, там, разнести материалы, иногда деньги, но деньги сейчас у нас незаконно, поэтому деньги не разносят, разносят благотворительную помощь от общественных организаций, не связанных с кандидатами формально. Никакого подпуга, ни в коем случае. Деньги только от общественных организаций, только благотворительные. Вот. Как бы. Не, ну, не как бы. А вы докажете, что не так. Да. Ну, ладно, хорошо. То есть это построение сетей, это работа с информационным пространством, потому что информационное пространство очень сильно поменялось. Банально. Если раньше в районе ключевыми, с точками информации об этих районах была районная газета, а в районной газете всегда очень просто. Тогда приходишь, и везде есть главный редактор, с которым можно сесть и поговорить. Там, рекламу выкупить, джинсу заказать. Ну, то есть какие-то вполне конкретные вещи, которые делаем мы. Если нормальная у тебя структура есть, а самая лучшая структура у нас, это у Батьевщины, на втором месте БПП. Вот. Если у них есть структура, и люди, которые вменяемо могут говорить, они приходят, они говорят, и все решается. А сейчас этих районных газеток, их либо нет, либо они потеряли тиражи, бумага-то дорогая, откуда районные газеты деньги. Соответственно, их место замещают там всякие группы по типу Пицлухану у названия города. Там хорошее название города, плохое название города или там района. Это вы сейчас о соцсетях говорите, да? Да, соцсети. Это является точкой информации политтехнологам. Нужно менять подходы к работе в связи с этим. Ну, или центральные каналы, потому что уже люди старшего поколения, они все пользуются соцсетями, да, там, Фейсбуком. А у нас, кстати, пик рождаемости был на 82-84 года. Это люди, то есть, соответственно, пик населения не старшее поколение голосующего. Пик населения, это вот, смотрите, 82-84 год, плюс-минус 5 лет рождения, это наш пик рождаемости. Это наиболее массовая категория населения. То есть, это 35-40, ну, может, 32 года, может, 43. Это наиболее массовая страта населения, ну, там, посчитать там. Соответственно, они голосуют, соответственно, надо работать. А это народ, который учился в институте, когда появлялся интернет. Они как раз в то время учились в институте. Поэтому они в интернете, ну, если не живут, они его хорошо понимают. Они в этом мире уже живут. А во-вторых, пенсионеры, они тоже оказались восприимчивы к социальным сетям. Потому что, даже если она сама не может, это вот бабушка, дедушка или кто угодно, у него, у нее есть внук, сын, который прочитает, расскажет. А потом она переходит в социальную сеть бабушки на лавочке с фразой, а вот мне вот тут Мак рассказал, что он там в интернете почитал. Это же тоже работает. Конечно. Есть, но у центральных каналов они никуда не делись, функция осталась другая. Потому что вот весь этот интернет, он сам по себе новости не генерирует, он их откуда-то берет. А откуда он берет? А берет он их от вас. То есть от центральных каналов, но он их очень творчески переосмысливает. То есть это другой технологический подход. Но на самом деле, возвращаясь к теме политтехнологов, это все равно спокойная, медленная, нудная, рутинная работа. Тяжелая, требующая сосредоточенности, внимательности. Это труд. Ну вот у политтехнологов, может, как вы говорите, спокойная, рутинная, нудная работа, но наблюдая за тем, как происходит уже предвыборная кампания, еще два месяца осталось, мало или много, не знаю, но это совсем не скучно, не рутинно, и каждый, каждый день кто-то чем-то нас удивляет. Вот не понимаю, что Рошен Попкорн до сих пор не выпускает. В нашей стране нужен Попкорн много. Потому что интересно смотреть, да? Ну конечно, конечно. Спасибо вам за интересный разговор. Я напомню зрителям, что гостем программы «Лицом к лицу» был политический аналитик Андрей Еременко, а я, Христина, с вами прощаюсь, но вы оставайтесь в ЕТВ, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине.